друзья всем привет привет всем пользователям автомобильного портала drom.ru и прямо сейчас вы увидите интересный и полезный сюжет на тему как купить новый автомобиль у официального дилера с максимально возможными скидками при этом чтобы вас не обманули при трейдине и вас не обманули самое главное при кредите прямо сейчас мы будем перемещаться во времени мы отправимся к одному официальному дилеру где будем покупать новый автомобиль skoda kodiaq для вас я буду записывать всю последовательность действий комментируйте давать развернутые ответы то есть вы сможете моделировать данную ситуацию на себе как правильно покупать автомобиль с чего начинать куда смотреть в общем присаживайтесь поудобнее этот сюжет будет максимально насыщенным и этот сюжет максимально полезны у нас будет вторая часть поэтому если вам понравится первое обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить вторую часть где будет финал развязки этой истории время 9 утра я уже на месте друзья я вам умышленно постараюсь не показывать официального дилера которому мы приехали для данного сюжета не потому что я пытаюсь его как-то скрыть не прорекламировать или прорекламирует нет я вам просто сегодня пытаюсь показать как все происходит по этап на что вам нужно смотреть не более того поэтому если вдруг кто-то из вас узнает где я был в каком официальном деле не подумайте что это какая-то скрытая реклама и так приехал наш покупатель значит смотрите что мы будем сдавать в трейдин это ford focus 2 2018 года человек второй владелец пптс пробег на автомобиле сейчас 57 тысяч километров реальный пробег честный машина с автоматом цена такому автомобилю на вторичном рынке сегодня примерно триста восемьдесят четыреста тысяч рублей вы можете написать то что дороже можно продать дешевле можно продать неважно факт в том что мы сейчас отправляемся к дилеру садимся за стол будем разговаривать по всем условиям ну и параллельно посмотрим что они нам предложат по какой цене оценят нам автомобиль какую при этом дадут дополнительную скидку пойдемте кирилл смотри что следующее нам нужен skoda kodiaq двухлитровый то есть посмотреть сейчас определить в первую очередь комплектации потому что на комплектации наборный человек пока точно не знает на что у него хватит условно денег то есть мы рассматриваем 2 литра и дизельную бензиновую версию поэтому первый момент надо определить с машиной раз на улице стоит у нас ford focus 2 на 3d на оценку 2 после этого послушаем что ты предложишь условно за автомобиль скид какая по автомобилю что у тебя есть что-то там нам сделаешь не сделаешь скидку на тебя предложение и с этой информации мы пойдем кредитный отдел посмотреть что-то у нас предварительный расчет по кредиту будет человек решит какому надо как ему выгоднее подаем заявку ждем одобрения вот так я предлагаю с дизеля начинать с ambition я вам врать не буду я вам докладываю в этом автосалоне я уже покупал несколько автомобилей этого менеджера я естественно знаю я к нему приехал в силу того что он себя реально хорошо проявил я даже не буду вам называть как он зовут что он неважно вот она парни сказка да смотри m5 competition сколько 10 миллионов тачка стоит но реально просто крутая пошел 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 давайте я добавлю ясности покупка автомобиля начинается в первую очередь посещение официального сайта компании именно там вы определяетесь комплектации автомобиля и его цветом в нашем случае все так и было после того как мы определили вилку что мы хотим я позвонил официальному дилеру которую я также нахожу на официальном сайте обозначая наши условия когда он говорит да машины есть наличие мы приезжаем приезжаем мы потому что skoda это автомобиль очень наборный скажем так есть различные комплектации богаче беднее у человека не было четких прям требований что я хочу что было это 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 он дал вилку мы приезжаем и сейчас мы ходим смотрим три автомобиля которые в наличии это важный для нас это конечно же плюс что мы можем прийти пощупать посмотреть автомобили сравнить по ходу такой поездки вы сможете уже финально определиться с комплектации автомобиля что вы хотите есть у вас есть 3d вы конечно же получите оценку по трейдину и какую дополнительную скидку вам сделают и самое главное кредит вы сможете уже увидеть предварительные цифры ставку расчеты по кредиту общем все все детали которые я вам чуть позже покажу при этом сможете подать заявку и при этом эта поездка вам обходится в ноль рублей ноль ноль копеек и она вас никак не обязывает к покупке автомобиля skoda эта машинка наборная здесь естественно всегда можно брать кучу опций одних только дуб пакет в дуб оборудование которые идут опционально по машине очень много поэтому здесь ничего сложного грубо говоря моделируйте ситуацию под себя что вы из дома или приехали к какому-то крупному дилеру и вот просто вживую выбираете комплектации получать от него первичное предложение в общем пришел оценщик посмотрел автомобиль также подтверждает то что машина реально в хорошем состоянии поэтому продажа этого автомобиля особо много времени не займет у них поэтому отправляется сейчас оценивать автомобиль послушаем что скажет финальное слово руководитель но мы надеемся то что 300 плюс будет надеемся но посмотрим какую цену назовут вот так же пока побегали посмотрели нашли в наличии еще одну комплектацию стал человек пришел для того чтобы посмотреть что конкретно в ней есть завел пощупает у сами понимаете такой процесс приятный как говорится приятные хлопоты приезжаешь выбираешь цвет ему вообще не принципиально на самом деле самое главное скидки чтобы машина была в хорошей комплектации то есть хоть фиолетовый будет как бы ему все равно но естественно если выпадет так что цвет вам понравится ну будет дополнительно для нас и для него в частности бонус вы поймите правильно я для вас делаю нарезочку то есть все происходит не так быстро как хотелось бы на что мы сейчас получаем человек с комплектации определился менеджер ее считает идет согласовывать ее с руководителем потому что он все условия знает он знает то что мы будем брать однозначно под честный кредит тем не менее я вам чуть чуть позже покажу оценщик машина посмотрел мы ждем оценку таким образом мы сейчас дождемся от них финального предложения то есть вот комплектация вот была прайсовая цена мы вам делаем такие такие-то скидки вот такая-то оценка за трейд-ин и после этого мы идем в кредитный отдел делаем сначала предварительно расчет выбираем наиболее выгодные условия для себя я вам это все сейчас покажу после этого мы подаем заявку и все собственно будем ждать одобрения кредита а дальше начнется второй шаг ну что пришло время сделать предварительные итоги вот смотрите комплектацию которую мы выбрали стоит 2 миллиона триста тридцать пять тысяч рублей мы договорились так что мы заберем за 2 миллиона но двадцать пять тысяч рублей вот комплектация стандартное оборудование плюс то что идет здесь дополнительно далее нам дают подарок вот эти дополнительные опции которые по прайсу дилера получается 78 тысяч рублей но нам их дарят далее при кредитовании нам по-любому нужно будет сделать каска это мы сейчас посчитаем уже в кредитном отделе нам также дарят первое техническое обслуживание полноценно то есть это как минимум 12 15 тысяч рублей и по трейд-ин наша оценка состава предварительно 300 тысяч рублей и то есть автомобиль будет там в идеальном состоянии при этом смотрите 300 плюс 150 тысяч которые дополнительной скидкой того мы можем сказать продаем автомобиль за 450 тысяч рублей хотя владельцу покупал там несколько лет назад дешевле дешевле ребят таким образом пока что нас все устраивает что у нас получается по факту вот вам общее предложение можно сказать что скидка у нас примерно триста двадцать пять тысяч рублей друзья простая математика я надеюсь что все предельно ясно и понятно если вдруг остаются какие-то вопросы напишите конечно сами видите то что все прямо разложено по факту 1 2 3 то есть бери калькулятор только и считает что мы сейчас делаем отправляемся в кредитное дело мы посчитаем каска раз обязательно полную из франшизы для того чтобы нам было комфортнее выбирать ну и собственно будем подавать заявку мы подаем заявку на пять лет пойдемте мы хотим попробовать эти 20 процентов которые во все банки подать и 30 процентов первоначальный взнос подать именно volkswagen банка ска мы с вами читаем отдельно я вас хочу попросить два варианта рассчитать первое это только под процент то есть никаких вот страхование жизни тогда не надо и как вариант просто для сравнения если есть желание вас что-то предложить там свое там со страхованием жизнь низким процентом распечатайте мы посмотрим сейчас выберем для себя что более интересное и уже примем правильное решение и будем подавать заявку давайте сначала начнем сказка нашу понять чему как в тело кредит или вообще отдельно друзья я решил вам вообще прям все максимально детально разжевать вот смотрите цена автомобиля 2 миллиона 24 900 рублей это та цена которой мы предварительно договорились первый взнос нас 300 тысяч рублей в нашем случае это ford focus который нам оценили то есть 2 миллиона 24 900 минус 300 тысяч у нас получается 1 миллион 724 900 рублей это та сумма которую нам нужно доплатить за машину вот сюда мы смотрим с вами максимально внимательно значит первый платеж минимальный нам объявили в 20 процентов это во все банки то есть можно купить автомобиль и без первоначального взноса через эти банки но там условия будут вообще дикие мы их даже сейчас с вами не рассматриваем и 30 процентов минимальный первоначальный взнос нам девушка назвала что volkswagen банк это банк партнер то есть там наиболее выгодные должны быть условия что получается в цифрах и в деньгах 20 процентов в нашем случае это 404 тысяч девятьсот восемьдесят рублей таким образом нам нужно доплатить 105 тысяч рублей тогда тело кредита получится 1 миллион шестьсот девятнадцать тысяч рублей что такое тело кредита простыми словами эта сумма долга но в банковской сфере это называется тело кредита 30 процентов первоначальный взнос это 607 тысяч четыреста семьдесят рублей и тело кредита будет 1 миллион четыреста семнадцать тысяч рублей вот это важно почему смотрим дальше ну что ребята готовы мы вернулись из кредитного отдела а здесь новости на самом деле печально ну вот смотрите что у нас получается в первую очередь начинаем мы с втб банка то есть сторонний банк что он нам предлагает вот здесь должно быть ваше максимальное внимание потому что вот так вот происходит большинство обманов где люди вообще ничего не замечают смотрите ставку у нас одиннадцати пять процентов кто-то скажет неплохая ставочка стоимость машины нам подчеркивает менеджер два миллиона двадцать четыре тысячи все совпадает первоначальный взнос нам рассчитали 31 процент это шестьсот тридцать тысяч рублей тоже в принципе все совпадает далее идет кредит на машину один миллион триста девяносто четыре тысячи рублей и это честная цена вот исходя из этих расчетов каска нам посчитали среднюю шестьдесят пять тысяч рублей забегая наперед скажу вам что каска на этот автомобиль на этого человека обходится примерно 40 тысяч рублей вот если мы сложим две от этих цифр это у нас получится цена один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч рублей это та сумма долга которую мы должны взять у банка но зачастую на этом все останавливается вам также скажу что ежемесячный платеж 37 тысяч вы говорите ну здорово а вот если мы посмотрим ниже вот защита обязательств двести двадцать две тысячи рублей что это такое это так называемое страхование жизни втб страхование как угодно можно назвать факт в том что она вам нафиг не нужно но вот эта цифра дает вам возможно взять подставку одиннадцати пять процентов ребята если вы все это сложите посчитаете я вам отвечают ставка вырастет просто куда-то в космос то есть это страхование жизни как правило то навязана услуга которую опускают в нашем случае буду честен менеджер кредитного отдела сделал на нее акцент в силу того что я во-первых не первый раз там покупаю но в большинстве своем вам об этом никто не скажет как бы отображается но акцент вам на это делать не будут таким образом тело кредита составит один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча рублей они один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч рублей согласитесь двести двадцать две тысячи на дороге не валяются у нас сразу отпадает когда мы просим этот же банк рассчитать нам без финансовой защиты у нас ставка получается 14 5 процентов на срок 60 месяцев нас этот процент тоже не устраивает потому что мы хотим пониже есть возможность есть volkswagen банк взять ставку 11 и 9 но в нашем случае на 36 месяцев с остаточным платежом только можно считать силу того что у нас сумма долга большая то есть но не то чтобы с остаточным просто нам так предлагают чтобы как бы было покомфортнее по платежам в любом случае клиент от естественно не устраивает потому что хочет взять кредит на пять лет и не напрягаться этими остаточными платежами но как только мы просим рассчитать volkswagen банк нашу сумму на пять лет у нас получается такая картина что ставка вырастает до семнадцати процентов хотя месяцем ранее в этом салоне через этот же банк я покупал skoda octavia несколько автомобилей там ставка была на пять лет 11 9 но как заявляет сотрудник банка говорит то что мол это октаве отдельная история там так и будет на пять лет 11 здесь же вырастает до 17 обращаю ваше внимание что 17 процентов на пять лет от volkswagen банка это как-то подозрительно высоко я решил позвонить напрямую в банк потому что и замечательная поговорка доверяй но проверяй и вот что я узнал дина здравствуйте будь добры вы можете мне проконсультировать по такому вопросу вот я сейчас нахожусь у одного из ваших официальных дилеров skoda и хочу купить автомобиль кредит вот у меня сумма долга который я хочу взять получается 1 миллион семьсот тысяч рублей вот я эту сумму долгу хочу взять на 5 лет есть ли у меня возможность взять ее под ставку 11.9 дмитрий уточните пожалуйста еще раз какую ставку вам озвучили мне озвучили ставку на 5 лет 17 процентов если я вас буду брать без страхования жизни ставка какая будет на 5 лет 15 целых годовых я вам это уже озвучила но без страхования по стандартным условиям кредитования на 5 лет 15 целых годовых это минимальная ставка которую банк может ну а что тогда ваши сотрудники предлагают 17 процентов вы говорите 15 она мне говорит 17 и ниже быть не может то есть вы уж разберитесь между собой что у вас какие условия разные что ли везде вы сейчас обратились напрямую в банк и сотрудник банка сообщает вам условия эти условия также указаны в свободном доступе на сайте volkswagen банк и вот тут я вношу еще одну дополнительную ясность дилер обращается в банк и банк ему говорит мы дадим ему кредит под 15 процентов но если ты продашь ставку выше то ты заработаешь больше дилер нам предлагает взять этот же кредит у этого же банка под 17 процентов для чего для того чтобы заработать дополнительные себе премии бонуса как угодно можете их назвать вот я вам показываю что от суммы долга два процента то примерно 75 тысяч рублей таким образом если бы мы подписались подставку 17 процентов дилер мог бы получить бонус в размере какой-то суммы не обязательно 75 тысяч рублей возможно это разово было бы 30 40 50 тысяч рублей здесь я конкретику назвать не могу но факт в том что они на этом заработают налицо таким образом мы с вами видим мы позвонили в банк то есть ставку уже получается 15 процентов то есть на два пункта она упала два пункта я скажу от суммы 17 миллион 700 это существенно поэтому друзья будьте внимательны здесь понимаете здесь нужно считать глаз да глаз за всем значит что у нас есть у нас есть план б а план б у нас выглядит вот так значит человек является сотрудником и не сотрудникам зарплатным клиентом бтб банка и есть нам предложение взять потребительский кредит под ставку 11 7 в общем вот так проходит процесс это для всех тех кто думает о что прийти купить машину это щелкнуть пальцем на ситуация следующая мы сейчас будем подаваться во все различные банки где без страхования жизни нам одобрят кредит до 14 процентов при этом человек заедет сейчас в т.б. по потреб кредитом уточнит если все в силе то как вариант мы возьмем его в общем наше наблюдение наши расчеты все это дело продолжается 4 часа пролетели как полчаса фу друзья ну вот так вот это все происходит мы наконец-таки подали кредит мы подали с такой пометкой что рассматриваем ставку только до 14 процентов на 60 месяцев сумма у нас большая миллион семьсот мы практически просим в долг если кто-то захочет написать зачем такие большие деньги просить друзья не делайте поспешных выводов вы человека не знаете у него в планах закрыть открыть через год два в общем это не наше с вами дело как он хочет он взрослый человек так он и делает после этого мы будем ждать пройдет пару дней и нам одобрят кредита скажут на каких финальных условиях мы сможем забрать автомобиль таким образом мы сможем сказать дилеру дай нам окончательно условия при условии того что мы берем в кредит у тебя и при условии того то что мы возьмем автомобиль за наличку мы взвесим и поймем как выгоднее нам далее я скопирую это условие я возьму оценку по трейдеру кредит либо потребительский либо авто неважно расчет показка ценник автомобиля его комплектации доп оборудования который дарит дилер то есть весь комплекс я его скопирую и отправлю всем остальным официальным дилерам по москве для того чтобы получить наиболее выгодные предложения в этом месяце по своему опыту я вам скажу так что уже вот на данном моменте мы имеем неплохое предложение если кто-то из вас когда-то покупал подобный автомобиль на более выгодных условиях конечно же напишите в комментарии но не забывайте о том что на данный момент август 2019 года друзья обязательно подпишитесь на канал потому что во второй части этого сюжета вы узнаете на каких условиях мы заберем автомобиль что предложат другие дилеры и собственно мы выкатим этот автомобиль из автосалона человек поедет дальше если вдруг в процессе этого ролика я что-то рассказал непонятно нужно было углубиться сделать этот детальник более простым языком пишите в комментариях во второй части это обязательно учту таким образом пока что у меня все мы ждем ответы мы действуем дальше подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канал оставьте лайки ставьте дизлайки до новых встреч всем пока пока